Всем привет! Вы на канале VNG Build House. Впереди дачный сезон, подходит пора огородника. И нам с вами нужно подготовиться к посадке рассады. Не беда, если у вас нет огорода или сада. Можно вырастить себе зелень, помидорчики, огурчики на подоконнике. Для этого мы с вами должны сделать 4 пункта. Первый, это дезинфицируем землю или подготавливаем землю к посадке. Второй пункт, делаем общий посев. Потом заботимся о нашей рассаде и производим раскипировку сенца в отдельные емкости. Но обо всем по порядку. Сегодня мы поговорим, как продезинфицировать землю. Итак, сегодня 27 января и у нас на дворе зима. Земли у нас с вами нет. Нам нужно ее купить. Земля стоит дорого и недорого в наших мешочках или пакетах она продается. Я вам рекомендую брать любую землю, независимо от производителя. Потому что то, что мы сегодня с вами сделаем, вам поможет вырастить здоровый урожай. Хочу рассказать о своем опыте, печальном, когда я еще первый год занималась огородничеством. И думала, что все это легко. Посадила себе растения, семена. Они у меня выросли очень красиво, вытянулись. А через 2-3 дня они начали просто загибаться. Было непонятно, что происходит, от чего это происходит. И было очень много мошек, насекомых. Для того, чтобы не было болезней или каких-то мучков, паучков, и у вас рассада росла хорошо, нужно сделать то, что сегодня мы с вами сделаем. Итак, присоединяйтесь, поехали. Итак, у нас с вами есть 2 способа. Первый это в микроволновке. И второй в духовке. Мы с вами начнем с моего любимого способа обеззараживания земли в микроволновке. Что вам понадобится? Чтобы у нас было чистенько, можно любую какую-нибудь пленочку. Дальше подготовьте себе перчатки, ножницы. Подготовьте себе ложку, фольгу, пакеты полиэтиленовые и зубочистку или какую-нибудь палочку. Ну что, поехали. Что мы с вами сделаем? Начнем мы с земли. Я взяла, еще раз говорю, это не реклама, а гусины. Я люблю, любую. Потому что мы все равно потом будем удобрять наши саженцы в дальнейшем. Но пока этого не нужно делать, потому что в семинах находятся питательные вещества, которые сами по себе обеспечивают рост и развитие саженца молодого семица. Так, смотрите, что мы с вами сделаем. Надеваем перчатки. Так, поехали. Берем пакет. Полиэтилен, чтобы было видно. Обычно прозрачный, можно не новый. Чтобы было удобно, я ложечкой накладу. Ну, конечно, это может быть долго. Можно сделать и не так, а сразу вот так потихонечку. И поехали. Вот, зато будет у вас все правильно и быстро. Я сейчас вам покажу на немножко, например, мне нужно посадить, ну, там, немножко, да? Вот мы высыпали. Я думаю, достаточно пока. Вот, аккуратно. Вот, видно, вот так. Ничего не упало, да? Так, смотрите, как мы сделали. Дальше мы с вами завязываем пакет. Воздух можно. И вот здесь. Завязали. Берем нашу зубочистку. И в разных местах прокалываем. Для того, чтобы потом воздух выжим. Вот, и ставим микроволновку. Это быстрый очень способ, когда надо немного. И ставим микроволновку максимально. Смотрите, да? И на где-то вот одну минуту. Можно две. Дальше у нас там земелька прогревается. Так, хорошо. Вот мы сварки ногу прогрели. Вытаскиваем землю. И дальше вот так вот рыхлами. Тут прям пар будет такой вот. Запах земли. Да? Ничего страшного. Помяли. Для того, чтобы все там лукашские наши насекомые нам не нужные болезни погибли. И ставим еще раз на минуту. Можно на две. Если вы почувствуете, что земля не прогрелась, то ставьте, чтобы прямо она была горячей. Итак, посмотрите. Давайте выключаем. Прошло где-то минутка. Можно две-три минутки. На ваше усмотрение, чтобы, смотря какой у вас объем. Пакетик у нас, видите, запотел немножко. Мы уже два раза это сделали, да? Все. Что мы делаем дальше? Дальше у меня есть очень красивый, хороший пакетик, очень удобный для всех этих данных целей, чтобы потом можно было аккуратно, комфортно, чтобы вам это доставляло удовольствие, с удовольствием. Я вот так пакетик вот сюда еще делаю. И засыпаем землю. Она у вас остынет. И после полного остывания вы можете приступать уже к посадке ваших семян. Вот. Это уже в другом виде я покажу, как я это делаю. Чтобы у вас все было хорошо и правильно. Все. Лично вот у нас с вами все аккуратненько. Замечка у вас аккуратная, потом мы ее накроем, и она у вас будет остывать. Так, второй способ у нас с вами. Видите, это совсем занимает немного времени. Да, нужно с этим повозиться, чтобы у вас было все аккуратненько. Но зато у вас будет хороший потом урожай, вы не будете бояться. Ваши засады будут прямо на глазах срости. Только если будет, конечно же, правильный уход на ней, да? Дальше у нас это полив. И так далее. Температура. Ну, первое и так у вас такое. Это недолго. Берем фольгу. Ну, и ссыпаем вам нужное количество. Если вам нужно побольше земли, ссыпайте побольше. Два можно трудно. Держим. Ну так, аккуратно. Все, сделаем так. Мне пока будет достаточно. Когда у вас останется вот здесь мало, можно прямо в этом пакете. Я когда-то боялась, думала, там будет бах, взорвется все. Нет, ничего, все хорошо. Вот так вот там осталось. И прямо туда дырочки опять сделайте, завяжите. И вперед на головолоку. Там все у нас с вами чистенько. Так, здесь немножко нужно земельку. Приятно? Зимой. Вот еще земельку. Вот. Все, ребят, вот так сделали. Итак, теперь ставим в духовку. И закрываем и ставим на 200-250. Я поставлю где-то на 200. И включаем духовочку. Снизу и сверху у меня тут греет. Все, теперь ждем 10 минут. После этого опять перемешиваем ложечкой нашу землю. И ставим еще на 10 минут. Итак, ребят, прошло 10 минут. Вытаскиваем. Аккуратно горячее. Так, ставим. Берем, держим ложку. Видите, как пар. Там пахнет землей. Аккуратненько перемешиваем. Вот. Вот это уже класс. Все, все тут у нас хорошо. Так, перемешиваем аккуратно. И ставим обратно еще на 10 минут. Отлично. У нас с вами прошло еще 10 минут. Я думаю, этого достаточно. Надо взять вторую. Чтобы будет ой-ой-ой, горячо. Вытаскиваем. Вот. И дальше ждем, пока остынет. Потом берем наш ящичек. И высыпаем ящик. И накрываем пленочкой. Ну, например, любым пакетом. Или пленкой. Так, дальше мы с вами все это аккуратненько. И следующую партию можно будет раздать. Дальше. Делаем. Аккуратно. Да, немножко придется повозиться. Зато потом спокойненько можно будет наблюдать, как растет ваша рассада. И забыть о проблемах на недельку-две. Пока дальше нужно будет удобрять, поливать. Ну, и другая история. Смотрите, подписывайтесь на наш канал. Будем показывать. Дальше мы с вами будем производить общий посев. Вот. А сейчас это все у нас с вами заканчивается наше видео. Закрываем. Остывает земля. Все. До новых встреч. Всем пока.